В законодательном собрании Ульяновской области состоялось очередное 57-е заседание. Народные избранники почти единогласно проголосовали за внесение поправок в областной бюджет, направив 2,8 миллиарда рублей на очень важные социальные цели. Почти 1,8 миллиарда рублей из этих средств поступили в региональную казну благодаря поддержке Федерального центра. Оставшаяся сумма – собственные доходы и остатки прошлых периодов. Почти 1,8 миллиарда рублей из этих средств поступили в региональную казну благодаря поддержке Федерального центра. Оставшаяся сумма – собственные доходы и остатки прошлых периодов. 700 миллионов рублей дополнительных федеральных средств будут направлены на дорожную отрасль, строительство новых и ремонт уже действующих магистралей. Федеральная помощь коснется и поддержки занятости населения. Это почти 252 миллиона рублей. Мы получили дополнительную помощь в связи с удорожанием строительных материалов в прошлом году. Мы получили определенную сумму средств, почти 1 миллиард рублей дополнительно, на удорожание ряда строек. Накануне на заседании Комитета по бюджету и экономической политике парламентарии обсудили статьи расходов, на которые будут направлены поступившие средства. Основная часть этих денег – это целевые деньги федеральные, на дорожное строительство, на строительство футбольного манежа, на содействие занятости населения и на строительство школы в Димитровграде и детского сада в Корсунском районе. Представители разных политических партий и всех фракций парламента в целом поддержали внесение поправок в бюджет, высказав ряд пожеланий по распределению средств в дальнейшем. Депутаты от партии «Единая Россия» отметили хорошую работу правительства, губернатора и депутатов Госдумы по привлечению дополнительных федеральных средств в бюджет. Прежде всего, софинансирование национальных проектов больших строек – это медицина, это ЖКХ, это социальная сфера. Но, тем не менее, мы отмечаем, и споры были достаточно большие по решению вопросов, перспектив решения вопросов, которые у населения прямо вот на виду. Депутаты от КПРФ положительно оценили направление федеральных средств на социальную сферу, обновление инфраструктуры, школ и их безопасность. Для того, чтобы предотвратить тот несчастный случай, который случился у нас в Вишкаме. Да, понятно, что этих денег пока недостаточно, но мы видим, что руководство региона видит эту проблему и пытается ее решить. Представители партии ЛДПР подчеркнули, что поправки в закон об областном бюджете из серии «хорошо, но мало». Видим федеральные поступления, региональные дополнительные доходы, которые еще экономическая ситуация позволяет получать. Но если так внимательно посмотреть, видим, что очень значительная часть средств, сотни миллионов, идут на оплату по удорожанию ремонтов соцобъектов. И надо ли, хорошо это или плохо, конечно, наверное, хорошо. Поправки в закон об областном бюджете были приняты в двух чтениях. За изменения в законопроект проголосовали 32 из 33 депутатов.